Свобода воли Свобода воли, несмотря на то, что есть очень много определений, но какими бы они ни были, все эти определения говорят об одном. Свобода воли — это способность агента к контролю за своим поведением, за своими поступками. В 80-е годы прошлого века один нейробиологический эксперимент, который мы покажем чуть дальше, взбудоражил человечество интересным выводом. Оказывается, человек осознает свое решение уже после того, как в его мозге начались неосознаваемые процессы, ведущие к воплощению этого решения в жизнь. С тех пор философский вопрос «А есть ли у человека свобода воли?» получил еще одну нейробиологическую интерпретацию. У Ванегута, знаете, у него колыбель для кошки. Там, значит, история про двух, как бы, тоже приятелей. Один, как бы, стал заниматься политикой, чтобы стать президентом, а другой, так сказать, стал, как бы, себя выдавать за главу, так сказать, религиозного. Вот это некий баканон. Один из постулатов баканона был такой – ошибку совершить невозможно. И это значит, что, на самом деле, так сказать, что бы мы ни сделали, это была не ошибка. Это был некоторый, так сказать, единственный выбор у нас. Ошибку совершить невозможно, понимаете? То есть, когда ты совершил ошибку, ты не только в этом виноват, так сказать. Виновата. Область мозга, которая тебя контролировала, в этот момент ослабла. Сегодня, к сожалению, да, мы знаем там какой-то очень крохотный процент о том, как работает мозг. Но то, что мы понимаем, нейробиология вторгается в какие-то общие представления на культурном уровне. И запускает иногда неожиданные дискуссии. Например, то, что я люблю обсуждать там со своими студентами, это подход к личной ответственности и свободе. Если мы действительно можем экспериментально предсказать поведение человека по активности мозга, манипулируя активностью мозга, помимо его сознания, да, повлиять на его решение, это, на самом деле, приводит к вопросу, а кто ответственен за те или иные наши поступки? Насколько мы вообще способны контролировать свои поступки? Данил Розеев, который лучший эксперимент на свободе и свободе. Спасибо большое, Василий, за эту приглашение. Генеральная вопроса – это, если мы имеем свободу, и почему мы должны заниматься? Существы были интересны в отношении между электрическим активом в мозге и волонтерные движения. Что они обнаружили, что они обнаружили, что у них были значительные партнеры электрические активности в мозге и волонтерные движения, которые преодолели электрические активности в мозгах. Таким образом, это называется «соединение потенциал». А это – это время, когда мозг готовит к творчеству, чтобы создать реальный процесс. Нехосоценщик Бенжамин Либет использовал эти результаты, чтобы обеспечить ваше право. Собственно говоря, вся суть эксперимента Либет заключается в чем? в том, что человек совершает движение, и он думает, что он совершает его в данный момент времени, вот сейчас. И то, что ему удалось показать в 83-м году, что, собственно говоря, если мы одновременно регистрируем электрическую активность мозга, то у нас потенциал начинает активироваться, уходить вниз за 300-500 миллисекунд до того, как испытуемый сам считает, что он принял решение о выполнении движения. Таким образом, это свидетельствует о чем? Это свидетельствует о том, что не ты в каком-то смысле принимаешь решение о том, когда делать, а это решение уже формируется подсознательно, вне зависимости от тебя, а ты его потом уже как бы воспринимаешь. Собственно говоря, в этом весь сыр-бор в парадигме либета, что решение возникает раньше, чем вы считаете, вы его приняли. Мы обнаруживаем, в широком смысле мы, человечество, ученые, что количество физиологических факторов, которые влияют на поведение человека таким образом, что он не может это контролировать, очень велико. И мы в некоторых случаях снимаем моральную ответственность преступника. Но вопрос заключается в том, который нас может волновать, до какой степени эта тенденция по снятию моральной ответственности может быть расширена. Встают адвокаты, говорят, смотрите, моего подзащитного, обратите внимание, такая-то область, вот как истончена. Смотрите его мозг, он не может себя контролировать. И вы найдете ситуации, когда сроки уменьшаются, есть прецеденты, когда адвокат ссылается на структуру мозга своего подзащитного. Теоретически вы можете сказать, но если это его мозг, если он помимо сознания принимает это решение, если все формируется на тысячу причин, элогенами, гормонами, вот такой структурой его мозга, причем здесь он. Я исхожу из определения философов. Свобода выбора, что значит, что значит свобода? Свобода в воле или свобода в руку? Возможность поступить иначе. Возможности поступить иначе нет. Если я не отвечаю за тот выбор, который я делаю в осуществлении того или иного поступка, то мне нельзя приписать ответственность за этот поступок. Об этом идет речь. Если мы живем в полностью детерминированном мире, и все было определено во время большого взрыва и примордиального супа после этого, понимаете? Ведь все частицы тогда сформировались. Вот тот факт того, что именно вот эта камера сейчас направлена вот так, этот микрофон вот так находится. Вы сидите напротив меня в этой черной кожаной куртке, а я сижу с этим, к сожалению, сейчас немного остывшим кофе. Это на самом деле все было предупределено. Это некоторая иллюзия, что могло быть иначе. Ну, то есть для меня это скорее такая физическая метафора, да? Вот этот мозг обезьяны, он не мог не развиться, мозг человека. Один такой эксперимент был сделан, и он отверг свободу воли. Человек, мы ему сказали, время от времени двигай пальцем, да, и, значит, иногда они посылали импульс в моторную кору, и палец тоже дергался. Мы можем пристимулировать моторную зону, и будет такой интересный эффект. О, видели, палец дернулся, видели? И одни спрашивали, что только что произошло. Но вы же сказали время от времени дергать пальцы. Вот я и дергал. Человек, в принципе, может объяснить все, что угодно. Были же замечательные совершенные эксперименты вокруг феномена, который называется слепота при выборе. Я хочу вам показать один интересный феномен, связанный с восприятием лиц. Я буду показывать две картинки, и вам просто нужно будет выбирать то лицо, которое кажется вам более привлекательным. Почему ее выбрали? Ну, у нее большее лицо вот такое русское. Угу, хорошо. Почему ее выбрали? Симпатичнее. Почему ее выбрали? Ну, как-то милее показалось. С правом. Угу. Почему вы выбрали? Мне показалось, она более... Не знаю, просто так. Показалось более привлекательное по сравнению с той, которая была. Ну, улыбается. Наверное, симметрия лица. Да, слушайте, даже тяжело это объяснить, честно говоря. Ну, не знаю, просто приятное лицо. Угу, хорошо. Последняя пара, которую вы выбирали, вот так выглядит. Вот так. Вот. Из них двоих вы выбрали вот эту фотографию. Вот. И когда я просил вас объяснять, вы объясняли вот эту фотографию. То есть ту, которую вы не выбирали. Ну, не заметили. Ну, я что-то... Да, потому что что-то вроде не то, но... Ну, будем считать, что я обманул вас. Да, да. Хорошо. В общем, этот феномен называется «Слепота при выборе». Вот. И он призван разрушить миф о том, что мы все видим, все замечаем, все детали, да, и все хорошо запоминаем. Очень легко, даже в такой серьезной ситуации, подловить вас, да, и заставить объяснить тот выбор, который вы не совершали. Мы, на самом деле, не очень хорошо запоминаем. Забываем-то мы, по всей видимости, не просто то, что нам показали, а забываем мы тот выбор, который мы сделали. Не знаю, я сейчас смотрю больше как стилисты. И здесь для меня какой-то хотя бы есть образ, там, более какой-то нерешливый. Вы, типа, постеснялись сказать что-то, или вы действительно не заметили что-то? Нет, я не заметил, я максимально честен был. Спасибо, что вы тоже подлоились, очень нравится. Я сам обманываться рад. Наше восприятие прерывается на очень короткое время, да, несмотря на то, что нам кажется, что мы продолжаем видеть сцену. На самом деле мы всего лишь удерживаем внимание на ее очень небольшой порции. Если мы продолжаем удерживать внимание, то мы, возможно, заметим изменения с объектом. Если оно куда-то уходит, то мы можем не заметить изменения очень крупные. Своё, я люблю. Улыбается. Ой, это не она. Не она? Нет. Не выбирали ее? Нет. Это не она. А я не ее выбирала. А это точно она? А можно посмотреть еще раз? Можно, конечно. А, вы меня обманули. Да. Как можно забыть то, что только что видела? Ну, там кто-нибудь из тех, кто... Если они не ушли, они вам расскажут. Мы попались в ловушку схематичности нашего собственного восприятия. Ведь именно схематичность восприятия нас спасает, когда у нас мало времени для принятия решения, для быстрого выбора, «А что делать?» Или там в ситуации, опять же, биологического выживания, «Куда бежать, а как спасаться?» Эта информация не нужна. Да, есть ситуации, где именно она может оказаться значимой, где цена ошибки слишком высока. Да, когда, например, водитель мчится на достаточно большой скорости по дороге, появляется пешеход, водитель не успевает, не ожидая этого пешехода, нажать на тормоз. Но опять же, посмотрим на это в перспективе биологической эволюции, когда человек перемещался вообще в этой эволюции со скоростью 60 или 160 километров в час. Да вот совсем недавно начал. И, естественно, наша когнитивная система к таким ситуациям не приспособлена. Субтитры создавал DimaTorzok Меня очень смущает история, когда мы говорим, например, «мой мозг увидел» или «мой мозг подумал» или «мой мозг скрыл от меня некоторую информацию, да, утаил». Нас внутри становятся двое, а может быть, больше. Потому что вот тот я, который у мозга дурачок или умница, или несчастная жертва, он тоже чем-то там должен управляться. Все говорят, что перед тем, как вы двигаетесь пальчиком, у вас возникает там какой-то потенциал. Ну и хрен с ним, возникает и возникает. Потому что, чтобы двинуть пальчиком, вам нужно, чтобы этот потенциал возник. Но никто не говорит о том, никто не изучает процесс остановки, процесс вета. Есть еще один процесс, который это движение может просто аборт, то есть как бы остановить. Я понимаю, вот как, вот мне хочется чего-то, да, ну банально, да, но я знаю, что это плохо. И вот если мне это хочется, но я знаю, что это плохо, я могу вета это, я могу остановить этот процесс. И произвольно остановить. Ну кто такой я? Ну вот я. Это кто-то, где это я находится? Сердце-то, в мозгу. Хрен его знает, где угодно. А это вот неизвестно. Это вот если возник войн... Ну как неизвестно. Нет, неизвестно, потому что известно, что если... Воины Ясенецкие, между прочим, он вообще думал, что мы сердцем думаем, но это ладно. Ну это и до этого еще Аристотель. Вот, и я, кстати, уверен, ну я не могу сказать, что я уверен, но мне кажется, что в этом есть часть истины, потому что, безусловно, мы думаем всем организмом. Однозначно, абсолютно. Вообще. Ну мы думаем всем организмом, хоть альгу потому-то сказать, что все желания наши приходят от потребностей организма. Конечно, ну не все, но огромное количество. Кроме, может быть, социальных запретов. Собственно говоря, вся идея эксперимента Либида была в том, что он хотел создать экспериментально простые условия. То есть мы не говорим о том, что я, к примеру, решил купить такой-то автомобиль. Да, это сложный процесс. И наверняка решение не принимается там за одну секунду. Поэтому это всего лишь некоторая парадигма, которая позволяет экспериментально эту проблему решать. Значит, Катя, сейчас я вам объясню требования эксперимента. Как вы видите, здесь на этом циферблате бегает точка. Теперь положите, пожалуйста, вашу правую руку на клавиатуру. И теперь примерно один раз в 4 или 7 секунд нажимайте на эту кнопку. И важное условие, смотрите. Когда вы почувствуете, что вы хотите нажать на кнопку, то есть вы уже приняли решение о том, что вы сейчас на нее нажмете, запомните положение черной вот этой вот точки на циферблате. Запомните положение этой черной точки и нажмите на кнопку. Только после того, как вы нажали, назовите мне ту цифру, на которой была красная, черная точка. Так, Кать, ну давайте начинаем, пожалуйста. 10. 35. 20. Ну вот смотрите, Юль, мы сейчас провели с вами эксперимент. Нажатие кнопки мы можем зарегистрировать. Это вот момент времени ноль. Тот момент, когда она считает, что она точно приняла решение о нажатии на кнопку, обозначен здесь красной линией. Но активность мозга, приводящая к движению, начинается гораздо раньше, чем мы, собственно говоря, приняли решение о нажатии. Хотя Либис в своей статье был очень аккуратен в интерпретациях, но тем не менее большинство нейроученых, психологов и философов, естественно, стали рассуждать о том, что, возможно, это может являться экспериментальным доказательством того, что у людей нет свободы выбора, свободы воли. Что на самом деле мы лишь осознаем постфактум некоторые решения, которые были приняты нашим мозгом до этого. Есть такая штука, как обратная перспектива. Обратная перспектива сна, например. Вы спите, вам что-то снится. Окей? Это что-то, не имея никакого отношения к той реальности, в которой вы сейчас находитесь. Вам в дверь стучат или звенит будильник, и потом, когда вы проснулись, вам кажется, что звонил кто-то... Ну, вы вписываете это якобы в тот сон, который вам снился, что кто-то пришел и позвонил в дверь, например, в входную. Ну, неважно. Или там, я не знаю, ну, все что угодно, да? Или там на соседней, там, столике зазвенил телефон у кого-то, да? Это вот этот будильник ваш, да? Вот. На самом деле это то, что ваш мозг достроил постфактум. Поэтому вы вообще никогда не можете сказать. О каузальности вы осознанно вообще никогда не можете сделать никакого вывода. Вообще. Потому что это все внутри вас. Понимаете? Вы не можете сказать, что А произошло перед Б. Потому что оно могло произойти когда угодно. А как вы это восприняли? Как сложилось? А когда у вас бывает, когда компаратор глючит? Когда есть это дежавю знаменитый? Я где-то это видел. Ну, блин, понятно, что ты это нигде не видел. Понятно, что у тебя оно глючит сейчас, и тебе кажется, что ты это видел. И вот это вот кажется, это, мне кажется, является абсолютно, ну, не знаю, чуть ли не одно из основных свойств мозга. Потому что все, что происходит, это ему кажется так. Попытка ответить на вопрос о свободе воли или об ее отсутствии на основе каких-то каузальных аргументов, да, что сначала, а что потом, по-моему, это абсолютно, ну, это вообще неправильное. Ну, это неинтересный вопрос, как мы же говорим. Потому что это вообще неправильная, неправильная, ну, трактовка. То есть оно не в этом свобода воли. Ну, вот она не в этом нет. Мозг — это физический объект. Его конкретные разряды мозга предсказывают то или иное решение. Да, если вы придете в лабораторию, я могу заставить ваш палец двинуться. Опа! Вся рука дернулась. Наш мозг состоит из нервных клеток, которые общаются электрическим и химическим путем. И мы можем это общение как бы либо улучшить, либо ухудшить. Тот факт, что мы можем терять контроль, говорит о том, что есть что терять. Современная наука показывает, и я с этим очень согласен, что пространство свободы воли, оно очень маленькое. Вот такое выражение из «flickers of freedom», то есть искры свободы. В огромном количестве ситуаций мы действительно не свободны. И по этой причине мы должны и более гуманно относиться друг к другу и корректировать вследствие этого наши отношения друг с другом. Но это не значит, что мы в целом не свободны, что мы ничего не можем. Здесь нужно еще, может быть, изучить некоторые неврологические заболевания. Есть, например, такие, когда человеку говоришь, подними руку, он говорит, что вы смеетесь, она же, я не могу ее управлять, она парализованная практически не может. Он говорит, а сними шапки. Он раз, снял. Какую задачу ставит перед собой человек, или какую задачу ставит перед человеком, и под эту задачу выстраивается функциональная система. Мы не знаем, сколько там уровень. Точно так же мы не знаем, в какой именно уровень функциональной системы тот же самый Лебед втыкает электрод и снимает сигнал. Вот он нашел корреляцию, между чем и чем он ее нашел. Две группы студентов. Первой группе студентов попросили прочитать в целом некоторое эссе о сознании. Вторую группу студентов попросили прочитать эссе о детерминизме, о том, что все предопределено. После этого и ту, и другую группу попросили пройти компьютерный тест, арифметический. И при этом им сказали, вы знаете, ребята, вот сегодня, вот вчера все работало, а вот сегодня у нас компьютер, у него какой-то бакс, боит немножко. Поэтому, как только вы прочитаете пример, сразу же нажмите на пробел. Потому что, если вы не нажмете на пробел, то появится ответ. Те студенты, которые прочитали о том, что все предопределено, не нажимали на пробел гораздо чаще, чем те другие студенты, которые не читали про детерминист, которые просто прочитали нечто не такое депрессивное, как нечто о сознании. Ну, на самом деле, по-моему, давайте произведем. Если эта область работает, то можно остановить это движение еще и на фазе ее возникновения. Конечно, естественно. Об этом почему-то мало говорят. Значит, в какой-то момент, но не через час, заходите взять этого рака. Так? Да? И скажите, когда вы захотели. Сейчас. Все, а вы запомнили? Нет. Что я запомнил? Естественно, нет. Я смотрел на рака. Не, ну, как ты такое запомнишь? Слушай, да это же вопрос не то временное разрешение. Но вот это был эксперимент Либито. Нужно было захотеть что-то делать и по часам запомнить. Я совершенно не понимаю, как это возможно. Зададимся другим вопросом. Мог ли быть осуществлен сам эксперимент Либито, если бы у испытуемых не было бы долгосрочной цели следовать сознательно инструкциям экспериментатора? Эксперимент Либито никогда не смог бы состояться без сознательных намерений неиспытуемых. Вот ответ. То есть то, что человек сидит и двигает пальчиком, это результат его намеренного сознательного действия следовать инструкции. Меня чуть другой вопрос на самом деле волнует. Я хочу чуть-чуть в другую сторону развернуть. Потому что бывает дицерминизм причинный, вот эта вот обусловленность прошлого. Большим взрывом, эволюцией, мутациями, отбором, вчерашним завтраком и так далее, бывает дицерминизм целевой. И вот мне интересна история про целевой дицерминизм, про обусловленность моего поведения теми задачами, которые я перед собой ставлю. Вот вопрос в том, достаточно ли причинного дицерминизма для того, чтобы снять целевой, это вопрос отдельный. Целевой дицерминизм. Но все-таки это тоже уже другого уровня описание. Я делаю выбор, и это обеспечивается работой моего мозга. Не выбор дицерминирован работой моего мозга, выбор обеспечивается работой моего мозга. Я бросил как бы курить исключительно по вот рефлексивным основаниям. То есть я однажды шел по малому проспекту Васильевского острова до своей работы, вдыхал вот эти газы от проезжавших мимо автомобилей, и в какой-то момент я просто подумал, что это же просто идиотизм, что я сам, я понимаю, вот когда есть внешние обстоятельства, и кто-то отравляет мой организм. Ну зачем я делаю сам это со своим организмом? И это был собственно как бы вот акт какого-то окончательного решения. То есть он все решил, я ничего не планировал. Если я хочу, чтобы другой отвечал за поступок, который он совершил, то я хочу жить в мире, где есть свобода воли. Если ты хочешь жить в мире, где есть моральная ответственность, тебе надо выбрать это. И это будет влиять на наше поведение. Чтобы быть свободным, надо хотеть быть свободным. Даже если мы живем в мире, в котором нет возможности поступить иначе, мы должны жить так, как если бы эта возможность у нас существовала. так вот. Да! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok